Как я это делаю? Вот посмотрите, я принес из леса вот такое месиво. Это старые белые грибы, почти развалившиеся. Вот видите, у них все уже рассыпается. И ножки, и шляпки, они червивые. Я думаю, что червивые это очень полезно, потому что черви являются живым ферментером. Ну, неприятное, конечно, это зрелище, но надо измельчить, то есть меленько помолоть все это дело. Далее я все это залью водой. Вода у меня обычная, ну как обычная, она из-под крана, но у меня скважина. Поэтому, если у вас городская вода хлорированная, то она не подойдет. Нужно набрать в каком-то естественном источнике. Может быть отстоять, если это родниковая вода, чтобы она немного насытилась кислородом. Ну, у меня тоже вот немножко постояла в графине, чтобы тоже набрать кислород. Ну, видите, дело не очень приятное, но эффект приятный. Да, воды немного не надо, не жадничать, не пытайтесь получить очень много этого бульона и распространить его прям по всей территории. Я очень локально в одно место, где уже грибы растут, но только так сверху подливаю иногда. Иногда. И то настойкой. Вот сейчас я все это подготовил. Видите, вот такая каша. Заливаю водой. Немного воды, видите. Вот все всплыло, достаточно. И сразу же она обретает такой цвет. То есть вот все уже, эта культура начинает, видимо, распространяться в воде. Я не миколог, так по наитию все это делаю. Пусть стоит. Вот она постоит 2-3 дня, превратится вообще в такое неблагоприятное и отвратительное месиво. Далее я это все воду именно солью, отожму. Жмых раскидаю просто под деревья, а вот водичку в ямку к корню, на котором сделаю надрезик какой-то там, или топором немножко зарублю его. Все это вот вылью. И попробую организовать еще один участок. Не тот, который вы видели, который у меня у мангала, а у меня есть еще березки и вот под ними тоже пора заняться разведением грибов. Спасибо.